Женщины, богини, продавительницы, храм Артемиды, как третье чудо света, вот что мы, в принципе, больше всего знаем на этой земле. 11 век до нашей эры. Андрокол. Продолжение следует. Продолжение следует. Он пошел на Персов. Он сам выступил на Персов. Хотя он получил первое предсказание от Оракула, когда он пошел и спрашивал, а какое же государство самое богатое, ему очень хотелось узнать. А и Оракул ему так сказал, тот, кто выступит с войной. И приходит сюда Персов на самом деле. И он не удержался и пошел на Персов. То есть он решил сам противостоять первой. Но, увы, ах, Персы были сильнее. Так вот, предсказание Оракула сошлось, как говорится, с опалов тут здесь же. Потому что он однозначно, его лидийское царство было самым богатым на тот момент времени. Но, увы, ах, если бы он, может быть, сохранял какой-то нейтралитет, он бы сохранил и богатство, и свое господство. Но Персы, основная сила, основная, как говорится, мощь была сюда направлена. И весь народ начинает выступать против Персов, начинает сражаться за свои земли. А мудрые Персы, мудрые Персы, что они делают? С одной стороны, они понимают, что если мы выступим против Персов и не победим, мы будем порабощены, мы будем разграблены. То есть всей красоты, великолепия и казна будет разграблена в том числе. Соответственно, надо как-то сохранять нейтралитет. Но, с другой стороны, если они будут сохранять нейтралитет и совсем не будут ничего делать, то уже экономическая блокада может быть со стороны собственного государства. А их начинают уже быть изгоями, что они не хотят сражаться. Тогда они поступают очень мудро и засылают такое послание. Да, мы понимаем, мы очень понимаем, Персы это такая угроза, что просто невероятно. Мы должны как-то бороться против этого. Но, с другой стороны, если мы все выступим против Персов, кто же будет тогда защищать Артемиду, дом, который находится здесь? А месть Артемиды, может, даже будет гораздо сильнее, чем Персикция. Тогда вы сражаетесь против Персов, а мы будем защищать Артемиду. Договорились? Договорились. Так они и сделали. И Эпес это единственный, между прочим, город, который остался на самом деле нейтралитетет. Без разграбления, без уничтожения. И он продолжал и процветать, и при Персов в том числе. А потом уже, да, пришел Александр Македонский. И Македонский решил взрывать весь мир. И он сражался с Персовым, победил Персов. И при Александре Македонском и Персы получали очень хорошую дотацию. Но, к сожалению, Македонский недолго правил здесь. И эти земли достаются его уже поколению, его военным генералам. И один из них это Лихий Македонский. 256-й год до нашей эры. Вот дата основания города Эпеса, на котором сейчас, на земле которого сейчас мы находимся. Это третий Эпес. Третий Эпес уже в истории. И между на склонах горы Панаире, на склонах горы Бюль-Бюль располагается этот. И помните, да, я в своем автобусе рассказывала, я думаю, что и Алена вам рассказала, что было насильственное переселение. Потому что Лихий Македонский решил построить новую жизнь, на новом месте. И он насильно перетаскивает сюда буквально город, перекрывая водоснабжение. Вот, пожалуйста, вот как шло водоснабжение. Водосточные трубы, да, керамические трубы прекрасно сохранились в 2000 с лишним лет. Они их сегодня до наших дней нашли. И мы даже будем видеть и не такой поленец, а мы будем их прямо видеть, как они в земле идут. Они до сих пор таким образом сохранились. И как они используются мы будем видеть с вами. Так вот, перекрывая водоснабжение, да, в предыдущем городе, который вот на болоте, около храма Артемиды. И люди засобирались, без воды нет жизни на земле, поэтому надо переселяться. Они вынуждены это делать, им больше ничего не остается, нет выборов. Но чтобы ускорить это переселение, он просто-напросто через некоторый промежуток времени открыл воду с такой силой, что он затопил предыдущий город. Вот это тоже очень важно. И народ перешел. Арсеноя первое название третьего Эфеса. Но жители не могли принять. У них святое было Эфес. Эфесус, правильно, да, название. И они прибавили к Арсенои и Эфесус. Но впоследствии имя Арсенои не прижилось, как говорится, даже в источниках и ушло из названия города. Хотя он назвал город по имени своей супруги. Вот так вот был основан третий Эфес. Имя от Лисимаха, да, Лисимахаса. Просуществовал этот Эфес восемь веков. Восемь веков. Это, в принципе, самое продолжительное существование города на этой территории. Город стал одним из самых богатейших. 250 тысяч жителей. Это был богатый культурно-социально-общественный городской строй в этом городе. Сегодня мы будем сравнивать и аналогию проводить с современной жизнью в том числе. И по сути мы поймем, что мы нового, кроме электричества и интернета, ну и ракету в космос, да, не изобрели. А вот именно все основы, устрой городской, он пришел отсюда непосредственно. Это была столица азиатской провинции Римской империи. Либо восточной провинции Римской империи. Это был город после Рима и Афим по величине, по богатству. Это был город с уличным освещением. То есть вот такой вот мощный. И самое главное развитие, красота, великолепие города произошло в первый-третий век в нашей эры. Самое мощное развитие этого города, самые красивые здания были построены в этот период времени. А вот после 4 века мы уже замечаем, что город постепенно, 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 постепенно уходит в никуда. То есть экономика не на том высшем уровне. Море отодвигается. Мы сегодня постараемся посмотреть, куда оно ушло, это море. Это был портовый город, коммерческий город. И с Египтами, Сапотамией, Грецией приезжали огромное количество кораблей сюда. И культ женщины-прародительницы, да, ради этого они сюда приезжали. И непосредственно торговли, развитие. И в 6 веке уже город полностью потерял свое значение. Люди начинают отсюда уходить, они переходят сюда к базилике, хайос теологис 4 ФС. Но, по сути, землетрясение – это основная угроза, да, землетрясение разрушает это место. И, конечно же, заиливание порта, занос детридами, алювизидальными массами не позволяет уже кораблям подходить как можно близо. И таким образом прекращаются торговые сообщения. Нет торговли, нет ритока капитала. Нет уже и развития жизни. Вот так вот в 6 веке прекратил существование гуртитоз. Как он сохранился до нас? Заносы, заносы, заносы. Ветер, песок и все прочее. И это все было законсервировано. В принципе, какая масса? Да такая, довольно-таки мягкая порода здесь, песочек на самом деле, с камушками, да. И вот это все было законсервировано. А как находили? Ну, если посмотрите, там верхушки камней есть. Вот там по стеночкам можно, кто погулял, может быть, нам дерево сейчас загорашивает. Прямо вот такие вот рядочки. Вот такие вот рядочки находили. И в ранний период, в 19-м, в начале 20-го века, иностранные ученые приходили и имели интерес к этой местности. И они находили это все на самом деле погребенным. Погребенными только вот кусочки каких-то стен были видны. И они определились, что эти кусочки раннего классического римского периода. И тогда они обращаются к Турции, а у Турции не было на тот период закона даже. Это 1861 год, когда сюда пришли первые люди, англичане, чтобы проявить интерес и начинать здесь работать. Они обращаются к турецким властям, можно мы здесь у вас поработаем, будем проводить исследовательские раскопки там. Ну, вообще-то можно. Турция 2500 античных городов плюс 1000 античных мест. Соответственно, Турция просто-да-просто даже не охватит весь этот объем, а при том еще низком уровне развития. Ну, образовательного, да, такого уровня. Поэтому турки, ну да, копайте, что нет-то? Копайте. А что вы нам за это дадите? Они тоже как бы люди коммерческие. Ну, а что? Что у вас нет? Давайте построим вам железную дорогу. Вот такой вот обмен любезности. Поэтому первые находки в большинстве своем были вывезены за пределы Турции. До того момента, пока еще Турция не приняла закон. А в 1960 году только закон был принят о охране античности свыше 100 лет. Вот только с этого периода они начинают сохранять все это у себя на родине. Сейчас разведутся разговоры про музеи, про все прочее, про возвращение. Но, увы, яхт никто не воровал. А честно, увозил, даст разрешение. Увозил. Соответственно, британский музей, отведенный тестом, австрийский, венский музей, отведенный в тестом. Огромное сокровище располагается. Ну, уж про другие мы не будем говорить. Вот такая вот предыстория, да, этого места. Ну, а теперь вы погуляли, посмотрели. Я не хочу вас утомлять. Вам уже хочется дотронуться до этих мест и сфотографироваться на фоне. Где широко я вас отпускаю, где узко вы идете, соответственно, с вашим желанием со мной. Теперь, что мы наблюдаем с вами? Что это? Театр. Амфитеатр. Слово забыли в Турции. На территории Турции нет ни одного амфитеатра. Амфи это полностью закрытый со всех сторон. Таковых здесь нет. Полусферическая форма, полукруглая. Театр, поэтому слово античный театр, древний театр. Как хотите. Либо слово театр. 1400 мест. Здесь всего лишь 1400 мест. 250 тысяч. Поэтому это что-то малое. Это что-то частное здесь всего лишь. Но, чтобы поговорить об этом здании, я скажу, что мы находимся сейчас в административной части города. Мы, по сути, с вами сейчас находимся в административной агоре. Слово агора это вообще торговая площадь. Правильно? Правильно. Ну, в большей степени. Шире возьмем это вообще площадь. Но это административная агора. Поэтому конторы, обмен валют, служащие, нотариальные какие-то справки, заявления. Здесь могли зачитать новые законы. Здесь правитель мог прийти и послушать жалобы горожан. Здесь могли известить о выборах. Здесь могли провести показательное наказание, казнь. Что-либо, как говорится, с кем или иным человеком. Обмен валюты тоже происходил. Это же торговый город. Соответственно, административная часть, административная составляющая. И вот только колонны, по сути, говорят о границах этой территории. Большая часть она сейчас сдавали на камнями. Но камни отсюда, не отсюда, это тоже неизвестно. Но все, что нашли, насобирали. А вот это, в принципе, зал заседания Высшего совета, городского совета. Это называется одион, либо буллетарион, более правильно. Булголова, голова быка, да? Бык – это символ Анатолии, восточной части. Символ власти в Анатолии. И вот на 1400 зрителей мест сидячих. И здесь собирался Высший совет, куреты, пританы. Да, притан – главный правящее лицо. Непосредственно. И они обсуждали здесь законы, они обсуждали мероприятия, советовались о следующих выборах или еще каких-то мероприятиях. Но они использовали его еще и как частный малый театр. То есть индивидуальный актер для маленькой элиты, да? Располагается вечерочком, все танцевал, пел, рассказывал. Посидели, поотдыхали и разошлись. Да, зал городского совета, да, кооператив такой маленький. Поэтому, конечно, эти высшие знаки, она бы не сидела под солнцем. Она бы не сидела под солнцем однозначно. Им надо более хорошие условия для принятия тех самых законов, для обсуждения городских дел. Соответственно, здесь должен быть навес. Даже и та малая оркестра, которая вот есть внизу, она говорит о том, что там нет дождевого стока. Соответственно, деревянные перекрытия были в том случае. В конце вот этих рядов должны быть арочные своды. Это классический вариант, да, того раннего римского периода. Арочные своды и мозаичное стекло, которое позволяло бы солнечному свету в течение дня проникать внутрь молитариона. А вот здесь вот тогда мы кусочек видим, как бы стеночки, да? Он должен быть немножечко выше, этот кусочек. Но деревянная крыша была бы со скатом на нас. То есть вот на эту главную часть, на главную улицу. Для чего? Чтобы дождевые стоки еще и омывали эту улицу. Омывали эту улицу. Вот из-за дерева нам просто сейчас не видно, но вы представьте, буквально вот слева там вот такие вот две колонны, две колонны перекрытия, и вот такой вот камень там как будто носом вперед. Вот они буквально друг с другом, там других колонн даже нет. Они такие очень широкие, две и вот такое вот перекрытие. Так вот то здание рядом с городским советом, не что иное, как главное городское здание. Главное городское здание, что сейчас? По-русски говорите. Мерия, вот, мерия, конечно. То есть администрация города. Так вот это был Пританию, Пританию. Притан, да, главное правящее лицо. Это был его дом. Это был его дом, это был его кабинет, это был его архив, это была его столовая, была его жилая комната. То есть, по сути, жилой дом и многофункциональный. Здесь он мог пригласить на торжественное заседание городской совет, да, куретов. Он мог собрать, как говорится, в своем кабинете и на ужин, и пригласить, как говорится, на исследование. Так вот, самое основное, что я скажу про Пританию для вас, это его функциональное значение. Что сейчас нам в городе говорит о власти, о существовании жизни в этом городе? Что это? Мерия, что у нас сыграла? Лак. Так вот, на тот момент времени это был огонь. Поэтому в центральной части Пританию, во дворе, был огонь, вечный огонь, вечный огонь, который должен поддерживаться горящим, постоянно. Пока горит огонь, жизнь в этом городе существует. Жизнь в городе существует до тех моментов, пока не погаснет последний огонь в этом городе. Вот. И куреты это были основные люди, кто поддерживал вечно горящим этот огонь. И только однажды он, в принципе, гасился и сразу разжигался вновь в переходе на Новый год. Новый год это распускание почек в тот период времени. И особая категория, чтобы вас сейчас уже распустить погулять, особая категория, буквально два слова. Женщины, это были гесталки, да? И шесть женщин, девушек, девушек, молодых девушек на конкурсной основе. Они выбирались, опять же, из высших слоев общества, умных девочек, красивых девочек, но девственниц. И первые десять лет, первые десять лет они проходили обучение. Второе десятилетие они работали. И главная функция поддержания огня. И также они участвовали в празднице в честь Артемиды, в честь весны, в честь возрождения. А третью часть, третье десятилетие, они непосредственно учили новобранок. И после этого они выходили на пенсию. И могли делать все, что угодно. Выходить замуж и рожать детей. А не поздно было уже? Но им это было уже не надо. Вот, да, самое главное. Уже было на самом деле поздно, она уже, в принципе, была довольно-таки пожилой к этому в том период времени. Но они единственные женщины, которые всегда были у власти. То есть они пользуются властными аристократическими полномочиями. Поэтому эта повседневная жизнь им была уже не нужна. И они продолжали, в принципе, наслаждаться. И они могли влиять на городской совет в том числе. И вот между Одионом и Пританией был храм. Храм, да, между двумя хорошими административными зданиями был храм. И таким образом Эфесцы, соединяя администрацию и храм, говорили, во-первых, это теократическая форма правления Эфесцы. Но они всегда оставляли девиз богам. Боги, вы хоть и правите здесь, но по нашим законам. Ну а теперь идите гулять. И под инжиром напротив Британию мы встречаемся и пойдем на панораму. Вы меня увидите. Вот центральная чай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Меркурий Большое здание. Больные вообще стекались, они узнавали в городе о кофеом, либо особом источнике, чаще всего именно воды, который был священным источником. И благодаря ему-то они, в принципе, и хотели бы себя исчелить. Жрецы, они были первыми докторами, они встречали больных, они узнавали информацию, они, во-первых, брали одну категорию на лечение, а вторую отправляли. Первая категория, она после жертвоприношения, у него лечение шло от Бога, Богу делала жертвоприношение, помещалась в подземный тоннель. При входе было написано, смерть сюда никогда не войдет. Завещание здесь считаться не будет. Это была гарантия для больного, что с ним будет все в порядке. Все, он помещается в этот подземный тоннель, в тоннель, конца которого не видно. И малые дырочки стены за потолком тоннеля, с другой стороны, больные еще не будут разговаривать звезды. Они отдают ему тоже информацию, встречу, что уже была получена от больного. Но самое главное, на протяжении всего следования больного должны сопровождать праздность. Ты будешь здоров, ты будешь здоров, ты будешь здоров. Да, на самом деле. А что оставалось больному? Он один в темноте, неизвестно где выход. И он слышит голос, голос говорит ему, что будет все хорошо, он будет здоров. Кто этот голос? Бог. Он только что ему заплатил за лечение. А уж если Бог разговаривает, то он его не бросит, не покинет. И он успокаивался, и он, как говорится, верил в этот процесс. То есть он сам себя внушал. Это положительный исход. Это была хорошая психотерапия. После этого тоннель все равно рано или поздно заканчивался. И больного препровождали в комнату. Желецы продолжали работать с больных и вводили в гипнотический сон. В результате которого больному нашеплили, если ты действительно хочешь быть здоровым, ты должен пройти курс физических упражнений. Ты должен пройти театральные постановки. То есть посещать и источник, да, термальный, священный источник, который будет сотворять основное дело. И больной просыпался, он помнил об этом нашептывании, и он шел заданным курсом. Но 50% уже было на уровне его собственного подсознания. 50% выздоровления. Он настраивался, верил в положительный исход, который не заставлял его ждать. Вот по такому принципу. Асклепиум. Часть Асклепиум зашла на территории Курции в античном городе Пиргам. Часть Асклепиума. Поэтому вот это здание, согласно источникам того времени, как они действовали в лечебном учреждении, никак не похоже на больницу. Но это может быть аптека, это может быть частный кабинет, это может быть какой-нибудь зубной, а может быть какая-нибудь частная лавочка, да, снахари там, травки и все прочее. Но вот только вот эти вот два перестала, символы, как-то вот смутно говорят. А так на самом деле нет стопроцентных данных. Но здание довольно-таки серьезное. Здание довольно-таки серьезное. Теперь следующий момент. Площадь Доминьцана. Сейчас вы пройдетесь, пять минут фотографируйте. Храм Доминьцана. Вот он двухэтажный был, этот храм Доминьцана. Все, что от него осталось, две колонны для двояруса, да, украшенные. Так, Доминьцан это один из литраторов, который в конце своей жизни, после того, как получил предсказание, что он умрет от руки ближайшего человека, он начинает шарахаться от всех, он начинает закрываться, он начинает свое сознание, как говорится, здравость и ума терять, мутиться и все прочее. И буквально у него потом еще возникает такое, что он начинает жестоко стременять, просто стременять насекомых и все прочее. И мания величия. То есть он заболевает от всего этого, то есть от всех этих дурных предсказаний и мысли мания величия. Он самый умный, он самый грамотный, он самый большой, он самый великолепный, он самый лучший. И поэтому этот самый-самый мог заказать себе не просто дворец, а храм. Он олицетворяет себя с Богом. Это первый храм на территории города, построенный в честь императора. Да, храмы внутри не имели ничего интересного. Алтарь даже тут находился непосредственно перед входом в храм, поэтому это только внешний его фасад. Все, что вот сзади вы видите, это в принципе складские торговые помещения, более чего. То есть только внешние. Но что очень интересно, во-первых, размер, объем храма, то есть самый-самый, он тоже не мог, но это маленького. Но здесь была статуя, была статуя и фрагмент статуи от локтя до середины большого пальца, найденной здесь при раскопках. Сейчас находится в музее, и его размер метр восемьдесят. Вот этот размер, да, я вам показываю. Метр восемьдесят. Поэтому ученые высчитали, что статуя была как минимум семь метров. Как минимум семь метров. Но, олицетворяясь с Богом, уж надо не промелочиться. Но люди, люди так его любили, так его любили. А он и погиб от руки своего раба. Он не мог себя обслуживать самостоятельно, поэтому кто-то все равно оставался с ним. И умер он от его, как говорится, руки, от раба своего ближайшего человека. Так в ту же ночь, когда умер Доминца, люди отблагодарили его за все его величие. Они пришли и разгромили эту статую. И разгромили этот храм. Да, храм они особо не громили, потому что они могут использовать это помещение. Продолжение следует... Продолжение следует... Отпечаток дошел до нашей души. Ну а теперь практически все дали недостающие части этой улицы. Если бы они добрались выше, на следующие педагоги, то, в принципе, могли бы мы представить, как это было. Луна. Так вот, это единственная статуя, которая стоит на двенцах фунтов. Следующая надпись Александра. Ну а все статуи, в данном, остаются без головы, потому что в этой статуи, да, сама узкая часть, она ломается, обливается в головах, и потом уже теряется в истории. То есть, вы видите, руки тоже поозвалились. Ну а остальные статуи, которые смогли нас собирать, которые смогли, как бы, вот, сохраниться, не менее, они уже музейные, объединенные городцами, медицинцами. А так вот вся эта улица и справа, и слева, и дело с двоих недесталых, мы уже воим-то обращающие статы великих фронт. Для этого города людей. А здесь представь, в принципе, вот эта улица, она торговая улица, да, вот этот широкий проспект, колесницы сбросили. Но с другой стороны, где мы торговлю можем провести более-менее комфортно и качественно? В каком помещении? В крытом. На сегодня еще, скажем, кондиционированном, да, для какого-то жаркого города. Здесь тоже была вот такая вот дорожка, прямо где-то проходила. И крытые перекрытия были, то есть, через которые риблине, да, могли... ...современно, да, чтобы земля не отсыпалась, чтобы не завалилась. Потому что, если вот напротив поглядите, то здесь нарушение идет в расходках, то есть, буквально по тяжести валится. То есть, надо снимать тогда пласты, вот эти верхние, да, внутрь туда очищать, а потом уже можно будет здесь поработать. Поэтому землю-то не убирайте из-за того, чтобы это все не свалилось сюда от нам. То есть, такой-то простоялый небольшой мотельчик, буквально. А вообще, это древний ремонт. Ель там мало удовольненьких. Мясо вообще один килограмм за год употреблято. Бобы, виноградные ясти затупили хорошо. На завтрак, обед и ужин. Все время виноградное вино. Но разбавлялось, но разбавлялось. Да, нас не заказывала, потому что на каждого твоих сад. Поэтому подписывайтесь на камень. Субтитры делали. Субтитры делали. Ну, что. Причем, первоначально было сказано, что белый брамор будет завозиться. То есть, весь строительный камень будет завозиться сюда. Ну, чтобы город был очень красивый. Но, как случайно, вышло поступок от стада баран. Два барана стали бодаться, и один случайно и фирогом просветил кусочек столы. И земля развалилась, там какая-то порода развалилась, и оттуда блеснула белая. Здесь просто подраздели, что это не было, что это зародилось. То есть уже карьер, чтобы разваливались. Вот так вот случайно буквально нашли карьер зеленый мрамор, из которого был паспорно не видел. Но сейчас мы с вами пришли. Куда мы пришли? Наверное, вот так вот перед дверью мы остановимся, чтобы группам 7 было удобно. И потом, проходя, вы сфотографируете уже цельно. Я просто дам информацию. Фонтан Трояна, так называется. Вот он такой, можно сказать, главный, основной источник воды. Очень красивый, 12 метров в высоту, два уровня. Вот он показан вариант треугольнички, да, вот такие своды. И вот такими блоками он был выстроен. Как бы шахматный такой порядок, да, как шашки, то есть один на другим, пересечении. Главная его основная функция. Да, эстетика, да, красота, да, освежение. Улицу вот эту мыли за счет именно вот этого фонтана, Троянского фонтана. Переливалась вода, один поток, второй поток, и это все выливалось на улицу. И по хорошему наклону уходила в море. И таким образом мрамор освежали, остужали. Он же нагревается, невероятно как-то нагревается. За счет потоков воды освежали. Смывали это все. Очищали таким образом. То есть улицы очистили, убирали в этот период перебитки. Но император Троян, он в принципе имел довольно-таки огромные границы в своей империи, в свой период правления. И сюда он пришел, в Эфес. И он всего лишь фонтан. Он строил дворцы, он строил, как говорится, на своих территориальных границах. А здесь он всего лишь хотел построить фонтан. Для Эфеса, для богатого, умного города. Такой, ну, простенький фонтан. Красивый, конечно, но все-таки не основное здание, сооружение. Но суть-то его была вот в этой статуе, которая располагалась в центральной нищике. В центральной нищике. Часть статуи только дошла до наших дней. Это шар и ступня. Видите, такая большая и огромная. Сидящая была статуя, сидела уже. Так вот, он в этой статуе давал послание Эфеса. Очень грамотным, умным людям. О своем могуществе, о своем великолепии. О своем объеме империи. Весь мир у моих ног. Это я все завоевал. Вот такое послание он оставлял миру. Ну и люди, наверное, полагали, что они уже знали, что земля круглая. В доме богатые люди, ребят. На главной улице могли быть только богатые люди. Сами понимаете. Каждый, как говорится, частный дом, в принципе, имел даже три туалетика. Все, три вместе, как бы. Туалетик один, а три вместе. Функциональное значение, как он изопределялась, по фрескам, которые существовали, находили на этих стенах. И вот даже, смотрите, первый, второй, вот это третий будет тогда дом. Там есть керамическая труба, проходящая через всю стеночку. Эти дома имели водоснабжение и отопление. При подходе трубы к дому она прогревалась. Таким образом, соседшиеся к стенам имели теплоту. Ну, а все это внутри поддерживалось. Да, это внутри дома. То есть, это парадная, буквально. Парадная. А теперь вам вопрос, к вам вопрос. В баню пойдем? Конечно. Ну, пошли всем в баню. Всем в баню пошли. Напротив, ребята. Парится, парится. Пошли, пойдем. Пойдем все. Мамы. Вот, смотрите, здесь уже видите, уже современные варианты, да, подставленные и оригинальные плиты. Но даже не это, главное, мне нравится больше вот этот чай. Видите, опять пишет федикулярно, да, улица, смотрите. Плица не было, понятное дело, ходи пачком. Одну сторону, другую сторону построят все. Но, в сути, мне нравится очень грамотный подход к делу. Десятилетняя история. Очень много дождевых стоков, да? Очень. Чтобы дороги не размывались, улицы не портились, понятное дело, надо проводить их где-то. Не сверху, а вот именно снизу, чтобы это все не портить. А потом еще интересно, смотрите, вот такой вот прям слогик кирпичный. Здесь я ничего не могу вам сказать, но мы только можем помечтать о чем-то с вами. Да, то есть какое-то там вообще прям подземное такое помещение, таинственное. С каким целями? Может быть, наши многие узнают. Но мы проходим в баню в холассики. В 4-й веке реставрацию этих бань происходило. Баня в холассике. Это социально-общественный комплекс, но именно социально-общественный комплекс. На тысячу нет. Действительно, тысяча. Но, а поскольку салатик, то я вам ее и покажу. Вот эта милая женщина, которая занималась в 4 веке реставрационными работами. Вот в этом огромном комплексе. А что это за огромный комплекс? Вы сейчас узнаете. Это баня, раз. Ниже общественный туалет и публичный дом, три. Вот отсюда все и началось. Да, вот это самое интересное. Вот керамические трубы, да, все пошло. В банях все были, в принципе? Ну, с мамами были? Да. Да, с мамами были. Холодное помещение, теплое, горячее. Паровая непосредственно, бассейн. Все это. Бассейны были тоже небольшими и неглубокими. Бассейны говорят, что они не были в море, но по сути, как правильно плавать, они не знали. То есть они бы не выжили. Ну, соответственно, бассейны были тоже небольшими и неглубокими. Только вот пришел, пупу помочил. Ну, чтобы так, полежать, посидеть, пообщаться. И сюда люди приходили не чисто за гигиеническим вопросом. Люди приходили здесь обсудить. Главное, опять же, высшие слои общества приходили там. И чаще всего мужчины приходили. Потому что женщинам вообще за человека не считали. Только сейчас-то, собственно, по те годы и подавно. Поэтому они проводили здесь довольно-таки огромное количество времени. И обсуждали все, что можно, все, что происходило, все политические моменты и экономические моменты, творящиеся в этот период времени. Теперь, что же там было? Да, ну, здесь явно видно, что полочки, да, есть, как говорится, пустоты, есть вот эта вот керамика, керамические трубы. А помывочное, главное помывочное помещение было здесь. Вот такие вот тумбы были помывочные. Вот здесь вот стекала вода, накопительный вариант. А здесь она должна была прогреваться. Пока она проходила через пол, она нагрела. И вот эти пустоты, там были тумбы, как я вам покажу, в принципе, эти тумбы. И рабы, рабы работали под полом, грели, костыр разжигали, огонь разжигали, пол нагревался, вода нагревалась. Помещение нагревалось, оно было все закрытое, соответственно, это все скапливалось таким образом. Они нас принимают. Это не горячие вода, горячие вода. Это как-то вначале, вначале они придумали кирпичные. Ну, кирпичные, кирпичные, да, квадратные. Соответственно, кирпичные. Вот это что такое? Это музей в музее. То есть мы сейчас в открытом музее, да, города Эфеса. А это просто на 4 тысячи квадратных метров дом. Дом богатого Патриция. Вилла. Да. Вот, и это все теперь уже, да, музеем, отдельным билетом, отдельным уходом. Ну, во-первых, это правильно. Потому что какое количество здесь, поэтому и стены, и...